Почему жительница Алматы недовольна новой квартирой? Как вышло так, что пенсионерки, которые по медицинским показаниям положено проживать в квартирах не выше третьего этажа, поселили на 9-м, узнаете из нашего выпуска. Также мы расскажем вам о модернизации уличного освещения Южной столицы. 76-летняя алматинка Мария Склярова жалуется на руководство предприятия капитального строительства аппарата Акима города Алматы. По словам пенсионерки, два года назад дом, в котором она жила, решили отдать под снос, как ветхое жилье. Вместо их дома рядом построили две многоэтажки. Тогда, по словам Марии Алексеевны, руководитель предприятия капитального строительства поручил своему заместителю дать квартиру в Алмалинском районе. «Сергазин сказал Меруер Шарикбаевой дать мне квартиру. Было как раз еще снос на Шарипова, пятиэтажный дом. Я у нее попросила эту квартиру. Она сказала, 7 тысяч долларов давай. А я где возьму, если у меня их нет? Она мне сказала, 7 тысяч у меня нет. Я заплакала, ушла». После женщине предложили квартиру в районе Первой Алматы. Однако, пока бабушка собирала вещи, ее отдали другим. В итоге, Марию Алексеевну поселили на девятом этаже в районе рабочего поселка. При этом, у бабушки имеется справка от врачей, что при ее здоровье ей можно жить в квартирах, расположенных не выше третьего этажа. Однако, представители предприятия почему-то это не учли. «Я написала, вот писала, значит, Акиму три раза, Нуркадилу писала, потом написала в генеральную прокуратуру в Астану. Они ответили мне, сказали, что передали прокурору города. Прокурор города наметил, ну это, зампрокурору, вот, который действительно сказал или дать мне квартиру, или выплатить деньги, чтобы я себе купила». В настоящее время редакция программы «Управдом» готовит официальный запрос на имя руководителя предприятия капитального строительства Алматы. Чем закончится эта история, смотрите в одном из следующих выпусков программ. В Алматы хотят полностью модернизировать уличное освещение. В ближайшие два года планируется установить более 70 тысяч энергоэффективных светодиодных ламп вместо существующих натриевых. По мнению специалистов, все это позволит на 50% сократить энергопотребление и затраты на сервисное обслуживание. Срок службы новых ламп составляет порядка 100 тысяч часов, то есть около 15 лет непрерывной работы, в то время как натриевые рассчитаны лишь на 10 тысяч часов. Также новые светодиодные лампы более безопасны при утилизации. Управлять системой планируется с одного места. На базе предприятия Алматы-Кала-Жарек будет создана единая диспетчерская служба, откуда специалисты смогут контролировать каждый участок города. Уже сейчас по городу начата замена устаревших шкафов управления наружным освещением на современные установки. Также продолжается работа по подключению отдаленных районов Алматы к наружному освещению. В 2015 году фонари появились на трех улицах Бастандырского района, Медеусского, Алатауского и Житесуского. В этом году эта работа также будет продолжена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова